Дорогие Господи, братья и сестры, хотели вам показать вот этот образ сошествия в ад, который написан для алтаря нашего храма. У нас даже вот на нашем заборе висит список дел, которые мы наметили на 2018 год. Среди них как раз одно из дел, которое мы наметили, это написание иконы Воскресения Христова. Но дело в том, что как таковой иконы Воскресения Христова, ее не существует. Особенно замечательны в этом плане и честны евангелисты. Все евангелисты описывают события, которые предшествовали в Воскресениях Господа нашего, и описывают события, которые совершились после. И в этом плане они очень честны. Вот каждая из евангелий, это прежде всего честная книга человека-свидетеля, который описывал только то, что входило в его личный опыт. Это вот как, знаете, если нас о чем-то спросят, да, мы вот и можем сказать то, что видели, и то, что слышали, и еще кто-то что-то сказал. Вот евангелисты были не такими. Именно поэтому у нас есть как бы четыре свидетельства канонических о жизни, смерти, страданиях и воскресении Бога человека, Господа нашего Иисуса Христа. И каждое из этих свидетельств, оно честно. Вот сегодня во время Всеночной мы читали один из отрывков, в котором рассказывается только о том, что очень рано жены мироносицы идут ко гробу и видят, что камень отвален от гроба. Они не входят в него, рассказывают апостолу Петру. Он бежит и видит, что да, действительно, камень отвален от гроба. И дальше происходят опять некоторые движения какие-то. Люди удивляются, что происходит, как бы в себе ужасаются, что произошло. И вот каноническим образом, который сопровождает праздник Воскресения Христова, является вот этот образ сошествия в ад. Это икона каждое воскресенье бывает у нас на налове, вернее, но не это, и икона этого сюжета. И в центре мы видим Господа нашего Иисуса Христа, сходящего в ад и изводящего из него прежде всего протягивающего руку нашим праотцам, Адаму и Еве. Вот в иконографии сохраняются очень такие интересные подробности. Христос берет его не за руку, не за вот как мы здороваемся с вами, да, а он берет его как бы за запястье, он его вытаскивает, Адама. То есть сам человек, он не мог преодолеть вот эту свою богооставленности. Для того, чтобы ее преодолеть, нужен был Бог, который умер мученической смертью на кресте и воскрес. И вот Господь наш после своей смерти как человек, он сходит в ад. И вот как раз ад, он, так сказать, нарисован здесь темным цветом. И ноги Спасителя находятся на двух таких вот, как бы, это створки врат адовых. А вокруг рассыпаны разные такие какие-то инструменты, да, гвозди какие-то, кусачки, молоточек. Это, как бы, те, скажем так, сопутствующие элементы адовых врат, которые были тоже повержены и рассыпались. Это то, чем были закоплены двери ада. И также мы видим на этой иконе Господа, обращающегося не только к Адаму и Еве, но и мы видим среди тех, кто встречает его там, мы видим пророка Претечи и Крестителя Господня Иоанна, который также по своей смерти попадает в ад, и уже Господь его оттуда изводит. Точно так же, как и ветхозаветных праведников, вот этих людей с нимбами, которые изображены слева от воскресшего Христа Спасителя. Так получилось, что по разным причинам, и ввиду падения вкуса какого-то, и по разным причинам, ввиду такого вот западного влияния, часто воскресение Христова стало изображаться именно как воскресение Христова. Христос в белых одеждах выходит из гроба, у гроба сидят ангелы, но надо понимать, что иконография эта имеет корни отнюдь не православные, а больше западные. Православное, как бы, богословие и православная иконография, как отображение православного богословия, просто благоговейно молчит и опирается вот в этом сюжете на один из древнейших апокрифов, так называемый Евангелие от Никодима, который особенно был распространен во II веке, где как раз описываются детали сошествия Господа нашего в ад. И вот этот сюжет, он украшает множество православных храмов, и у нас вот как раз в нашем алтаре над иконой «Спас в силах», вот в такой же полукруглой арочке, вот эта икона и будет находиться в ближайшее время. Сейчас мы прочитаем особую молитву на освящение этой иконы. «Господу помолимся!» «Вон ми, Господи Божий мой, от святого жилища, от престола славы царствия Твоего, и милостивно посли благословение Твое святое на образ сей, и в окреплении воды сия священное благослови и освяти Его, и дашь Тему силу церебную, всякие болезни и недуги, всяких дьявольских кознях прогонительную, от всех верно к Нему прибегающих, и пред тем Тебе кланяющихся, молящим жеся и прибегающим, и всегда услышанно и благоприятно, да будет их мольба, благодатью и щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен и сии, с пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков». Освящается образ сей благодатью Пресвятого Духа окреплением Священного Духа во имя Отца и Сына и Святого Духа. Освящается образ сей благодатью Пресвятого Духа окреплением Священного Духа во имя Отца и Сына и Святого Духа. Освящается образ сей благодатью Пресвятого Духа окреплением Священного Духа во имя Отца и Сына и Святого Духа. Причистому Твоему образу поклоняемся благие, просящие прощения при грешении наше Христе Боже, волею его благоволилась и плотью взыти на крест, да избавивши я же создалась от работы вражия, тем благодарственным опиемти радостью исполнилось и вся спасти наш, пришедай спасти мир. По милости Божией иконочку мы осветили, но прикладываться не будем, ее недавно заливили, она еще в таком состоянии, когда у нас зато есть не менее замечательный образ, письма матушке священника Сергея Виноградова из храма Резоположения Влеонова, который у нас каждое воскресенье находится на аналое. Благословим вас святой иконой. Субтитры создавал DimaTorzok